Девушки отдыхают Девушки отдыхают Солистка ледового шоу Марина Данилова Была записана на прием к доктору Шевцовой Женщина находилась на раннем сроке беременности И пока еще сомневалась, стоит ли ради ребенка ставить крест на своей карьере Марина, в общем так Сделаешь аборт, я с тобой разведусь Это что, ультиматум? А по-другому ты не слышишь Ты же обещала, ты же знаешь, как я хочу детей Ты тоже знаешь, что у меня работа и у меня главные роли И я без этого не могу Ничего, раз же после карьеры Давайте на звук Добрый день Слушай, а ты как же ты не понимаешь, а? Ребенок Это же, это дар божий, ты понимаешь? Да, вы записывали на час, пожалуйста Да, спасибо Я не понимаю, где проблема? Объясни мне, два месяца и ты выйдешь на лед Ребенка найдем няню Все, где проблема? Марин Да? Это если без осложнений После рода всегда бывают всякие ситуации Марина, если ты меня хоть каплю любишь Ты оставишь ребенка Я прошу тебя У тебя отличное здоровье Все будет хорошо Да ты меня достал Все, ладно, я подумаю Папка Извините, пожалуйста, Сев Сев, ты чего, пойдем? Сева? Сева, Сева, пойдем Сев, отпусти, пойдем Что ж там? Простите, пожалуйста Папка Что значит папка? После удаления аппендицита у сына доктора Донзаровой Держалась высокая температура И мальчик постоянно жаловался на боль в животе Николай Борисович обратился за советом к доктору Радугиной Антибиотики давали? Давали, не помогают У него еще пах воспаленный, но отек никак не спадает Господи, бедный ребенок Я не знаю, что с ним УЗИ органов брюшной полости Не выявила патологий Машонка тоже без патологии Извини, Андреевна, вы опытный терапевт Скажите, пожалуйста, ну что происходит? Я пока не знаю Я не могу пока сказать ничего определенного Саян Нужно следить за ликоцитозом Нужно делать повторные УЗИ Болезнь она не всегда себя сразу проявляет, правильно? Извините, мне надо идти Держись Саяна, милая Единственное, что нам остается Это наблюдать Никто не знал, что с Алдаром Даже такой профессионал, как Николай Но, простите, поверить в то, что Состояние моего сына вызвано Препятствием на пути к выполнению его миссии Нет В это я поверить никак не могла Марина была потрясена тем, что на ее глаза Она потребовала у мужа объяснений Говори, как есть У тебя есть ребенок? Марин, говорю, как есть Детей у меня нет Китя Я твоя жена И должна знать правду Марина Вот тебе правда Я люблю только тебя Нет у меня внебрачных детей Почему мальчишка обознался, я не знаю Я люблю только тебя Данилова? Да Карточку взяли, заходите Заходите, заходите Александр Викторович узнал Что его жена решила провести вторую попытку ЭКО Не посоветовавшись с ним Более того Алла уже договорилась с Дианой Львовной О проведении процедуры И свое решение Менять была не намерена Почему ты все делаешь по-своему? Что? С какой стати вообще? Мое мнение уже все Больше ничего не решает? Саша, Саша, ты просто не передергивай У нас же с тобой еще остались Замороженные яйцеклетки Мы можем их использовать Или что? Просто мы их выкинем Остановимся на полпути Саша, ты знаешь Как я этого хочу? Да ты не хочешь ребенка Ты просто хочешь доказать Что ты все можешь Значит так Это моя беременность Мои яйцеклетки Мне их вынашивать И я сама буду решать, что делать Значит, ты будешь сама все решать Да Отлично Тогда я беременею сама И ЭКОЛЯТ я сдавать больше не буду Все, с меня хватит Да, довольно четко просматривается Что? Гематома с угнетением подплацентарных тканей Мариночка, у вас отслойка плаценты Это довольно серьезная патология Патология? Я что, могу умереть? Что вы, бог своему, успокойтесь Отслойка плаценты Это, конечно, тревожный симптом Но, в счастье, опасный Только для вашей беременности Исключительно Ну, к счастью, она довольно успешно лечится Но здесь есть один нюанс Помимо мер, способствующих Расслаблению матки Нужно постоянно наблюдать За уровнем свертываемости крови Поэтому, Мариночка, ложитесь-ка вы в клинику А если я сделаю аборт? Ну, в этом случае лечение не понадобится Но я все-таки рекомендовала бы вам Пока не торопиться с этим решением Поскольку аборт вы еще успеете сделать А вот если Прервете беременность То, естественно, обратно вы ее не вернете уже Поэтому для вас идеальный вариант Полежать в клинике И как раз у вас будет время принять решение Подумать обо всем Направление я вам выписала У Саяны Алдаровны было окно в приеме И она решила навестить сына Неожиданно она столкнулась со своим бывшим мужем Булатом Что с Алдаром? Как он? Пока не очень Пах воспален Отечность тоже не спадает Я практически уверена, что это его одноклассники Это точно они Они затравили его Он среди них как белая ворона Зачем ты у нас сына забрала? Булат, давай ты не будешь цепляться за ситуацию Ребенок должен быть со мной Я его мать, понятно тебе? Вот именно Хорошая мать желает добра своему сыну А ты? Неужели не понятно, что ему здесь не место Его ждут там, там его место Слушай, уходи отсюда, Булат Мне надоело это слушать Я уйду Но ты знаешь, что его здесь не вылечат Моя мама должна сюда приехать И она поставит его на ноги в два счета Слушай, только этого еще не хватало Ни в коем случае Ты меня слышал? В этой клинике отличные врачи Алдар поправится без всяких ваших чертовщин и магии Понятно тебе? А если нет? Я не хотела, чтобы Ржена лечила моего сына И запретила Булат Не хватало Диагноз ребенка, к сожалению, был пока неизвестен Но я могла снять или хотя бы облегчить его боль Я решила снова попытаться помочь своему сыну Марина, ну что? У меня патология от слойка плаценты Очень опасно для беременности Врачи рекомендуют аборт И что? Что, она даже ничего не предложила? Марина, пойдем в другую клинику отсюда Вить, ну что ты начинаешь? Ну сказали, все плохо, лучше не рисковать Доктор Да? Что, неужели все, что вы можете предложить, это аборт? Подождите Какой аборт? Марина, я же как раз рекомендовала вам сохранить беременность И до вас оформлять Да, Дадьяна Львовна Я просто рассказала о всевозможных вариантах И неправильно выразилась Вить, пойдем Мне нужно оформляться в стационар Извините Да, на сохранение Вить, я спала и видел себя отцом А я вообще не чувствовала, что готова стать матерью Тем более в пик карьеры Нет, ну посудите сами Я актриса ледового шоу Впереди новая программа И тут эта беременность Да еще и патология Нет, ну я ведь успокоилась Сказала, что ложись на сохранение Но все-таки хотела сделать по-своему Сделать аборт Благо время позволяло На следующее утро Марина шла в процедурный кабинет В коридоре она заметила того самого мальчика Который накануне бросился к ее мужу Назвав его папой Здравствуй А помнишь, мы с тобой вчера виделись Вы папина жена? Я видела вчера с папой А как тебя зовут? Сева Любишь ты папу, Сева Да, очень Они с мамой поссорились Давно Только когда я родился Папа долго к нам не приходил Потом он узнал, что я сильно болею И стал часто к нам заходить А где папа работает, знаешь? Да Он руководит самолетами А фотография папы у тебя есть? Да В телефоне Я папу всегда фотографирую, когда он ко мне приходит Папа говорил, что вы добрый Не съедитесь на него Что он ко мне ходит Понятно Сева сказал, что его отец руководит самолетами А мой муж авиадиспетчер И на фотографии к телефоне Севы точно был он Сомнений нет У мужа вторая семья И об этом я даже не подозревала Пациентка Дианы Львовны Актриса ледового шоу Марина Данилова Хочет сделать аборт Но муж настаивает на сохранении беременности И угрожает Марине разводом Неожиданно Данилова узнает, что у Виктора Есть внебрачный сын У Саяны Бывший муж доктора Данзаровой считает, что помочь ребенку Сможет магия алтайских шаманов Но Саяна против того, чтобы в клинику приезжала Ее бывшая свекровь Эржена Александр Викторович безуспешно пытается отговорить жену От второй попытки ЭКО Отчаившись, он отказывается быть донором спермы Аллы После ссоры с женой Александр Викторович не ночевал дома Волнуясь за него, Алла всю ночь не спала Утром, когда она уже собралась ехать в клинику Алекс вернулся По его виду, Алла сразу поняла, что он пьян Что ты наделал, Саш? Ты забыл, что алкоголь влияет на качество спермы? Не кричи Не кричи Моя сперма Это моя сперма Твои яйцеклетки Это твои яйцеклетки Так что и решения Это тоже твои Так что давай Сама, сама, без меня Алекс был против второй попытки ЭКО Мы с ним даже поссорились на этой почве Но все равно я надеялась, что после всех испытаний, которые нам с ним пришлось пройти Он одумается и согласится Но он напился Хотя он знал, что перед сдачей ЭКО-ля-то категорически Нельзя принимать алкоголь Похоже, что все оказалось серьезнее, чем я предполагала Я серьезно не знала, что делать Правда Лечением маленького Севы Куницына занимался доктор Маслов Мать Севы, Веру, очень беспокоила состояние сына По ночам мальчик сильно кашлял Николай Борисович рекомендовал не только принимать лекарства Но и делать специальную дыхательную гимнастику Ну, если ты будешь стараться правильно выполнять упражнения Я тебе обещаю, тебе станет значительно легче И меня выпишут Ну, конечно, сынок, выпишут Но только ты постарайся, хорошо? Так, не забудьте, первое занятие уже завтра Удачи, удачи, Сева Вера, можно вас в минуту? Николай Борисович, скажите, Сева поправится? Вера, не буду скрывать, положение очень серьезное Мы делаем все возможное, но... Вера, 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 не надо, не надо Я знаю, что вы чувствуете, надо держаться Надеяться на лучшее Вера, извините, извините, мне нужно идти работать Сева был серьезно болен У него была бронхиальная форма муковицитоза В статье обострения Муковицитоз – это наследственное заболевание, поражающее органы, выделяющие слизь Самое неприятное, что лечение этого заболевания практически пожизненное Сева сильно страдал, мы делали все возможное, но облегчение не наступало Выживет парень или нет, мы на тот момент сказать не могли Но хуже всего, что Сева сам все прекрасно понимал Дождавшись прихода мужа, Марина рассказала ему о разговоре с Севой И заявила, что после общения с мальчиком Она нисколько не сомневается в том, что Сева – внебрачный сын Виктора Ты мне клялся! Врал, что мальчишка обознался! Кто его мать? Ты с ней спишь? Нет Врешь? Я тебе не верю Марина, я сказал тебе правду, я и сейчас могу поклясться, что Сева не мой сын Я все тебе объясню Я рассказал жене о том, что год назад на встрече однокурсников я разговаривался с Верой Куницыной И узнал, что ее сын тяжело болен Отец ребенка бросил ее, когда мальчик только-только родился А врачи даже не могли сказать, сколько ему осталось жить Меня это потрясло, и я предложил ей материальную помощь Но она ей была не нужна, потому что благотворительный фонд оплатил все лечение Но я хотел хоть как-то помочь мальчику, хоть как-то его пободрить А Вера упомянула о том, что Сева мечтает увидеть своего отца Ну вот я и предложил ей сказать парню, что я его отец Мне не сложно, а ему хоть какая-то радость будет Почему ты от меня это скрыл? Марин, ну... Ну, побоялся Не знал, как ты к этому отнесешься Ну, прости меня, прости Я, конечно, была не в восторге от того, что мой муж постоянно ходит в дом к одинокой женщине Напрямую запретить Виктору играть роль отца больного ребенка я не могла Но я могла кое-что другое Да-да? Да, Диана Львовна, здравствуйте Я решила, я буду рожать Так, секундочку, я очень рада Простите, вы у меня кто? Напомните Данилова А, социология плацентра? А, понятно Как интересно Ну, я рада Я постараюсь сделать все, чтобы вы выносили вашего ребенка Да-да, вы уж постарайтесь, пожалуйста Для меня это крайне важно Подождите секундочку Простите, а что послужило причиной таких перемен? Насколько я помню, у вас было другое намерение Поверьте, у меня причина самая веская Конечно, я не сказала врачу всю правду Но я решила сражать только для того, чтобы удержать мужа Да, банально Но я понимала, что если сейчас я не рожу родного ребенка, Вите То он так и будет таскаться к чужому И к его мамаши Состояние Алдара ухудшалось А диагноз до сих пор не был определен Саяна Алдаровна решила помочь сыну методами восточной медицины И применить моксотерапию с акупунктурными иглами Ну что скажешь, Николай Борисович? Узел дороже сделали? Да И? Опять ничего Никаких последствий от удара в пах я не заметил Органы брюшной полости тоже без изменений Хорошо, спасибо за информацию И сейчас вам лучше выйти, мне нужно сосредоточиться Саяна Алдаровна, я должен вас предупредить Ваши методы могут смазать картину заболевания Коля, опомнись, о чем ты говоришь, какая картина Я не могу ждать и сидеть сложа руки, когда у меня ребенок умирает Придется, это приказ А приказ, как известно, не обсуждается Я уже давно отказалась от майки И практикую только те методы, которые одобрены официальной медициной И их эффект подтвержден наукой Поэтому, на мой взгляд, запрет Николая был абсолютно необоснован Конечно, я, как сотрудник клиники, была обязана подчиниться исполняющим обязанности главврача Но как мать Я не могла сидеть сложа руки, когда мой единственный ребенок мучился от боли Если честно, я в тот момент просто не знала, что мне делать И жутко злился на Николая На следующий день, перед тем, как навестить жену, Виктор решил проведать Севу Мать мальчика радостно сообщила Виктору, что впервом меньше кашлять У нас сегодня было первое занятие по дыхательной гимнастике Она же не могла так быстро помочь Ведь это все положительные эмоции Ты не представляешь, он так счастлив, что у него есть мама Господи, спасибо, спасибо Спасибо большое Хотите сказать, между вами ничего нет? Марин, конечно же нет, это Вера, я тебе о ней рассказывал, Марин В это время клиника готовилась к иммунизации доноров Ответственной за эту работу была назначена доктор Кричевская Она должна была составить график и проследить за процессом вакцинации доноров Новый регистратор Соня, помогая доктору Кричевской, засыпала ее вопросами А скажите, а вот это вот с синенькими фальками, это что здесь? Это так называемые аллоиммунные доноры То есть это люди, резус отрицательные, сенсибилизированные к резус-фактору Понимаете, из сыворотки их крови получают стандартные сыворотки для определения резус-принадлежности И иммуноглублин антирезус Их так мало? Да, их очень мало, а потребность в препаратах из их крови очень высокая Поэтому этих людей нужно пригласить в первую очередь Записала? Спасибо В этот момент я вспомнила слова Алекса Как он мне сказал, что он больше не намерен быть донором спермы Меня как будто осенило Ведь если бы я могла забеременеть отрезу с отрицательным мужчиной То никаких проблем бы не было Но я, конечно, отогнала себе эти мысли как совершенно нереальные и бредовые Марина обвинила мужа в любовной связи с Верой Но Виктор это категорически отрицал У Севки наметилась положительная динамика, Марин Уже аппетит появился, будет жить, парень Ну вот и прекрасно, ты свою миссию уже выполнил И нечего туда ходить, понял? Ну подожди, ну... Никаких ну, Витя Ну жаль мальчика Ну меня-то тоже можно понять Любая женщина поняла бы Слушай, Марин Я не смогу Вить, Вить Сможешь, сможешь Если не хочешь, чтобы я нервничала И так беременность протекает очень плохо Вить Ну я мать твоего ребенка, а не эта Вера А я видела, как она на тебя смотрит И если вы еще не любовники То с ее подачи скоро ими станете, я уверена Прекрати, Марина, я просто хочу помочь по-другому ребенку Ну Вить, ну ты уже помог, ну все, ну хватит Ну давай о нашем ребенке думать Ну я серьезно Я не знал, что делать Ну как я мог бросить Севку? Не мог я Ну и Марину волновать тоже не мог Боялся, что у нее будет выкидыш Тяжелый был выбор Но я его сделал Пообещал жене, что больше к Севе не пойду Чувствовал себя после этого каким-то ничтожеством Спасибо Вера поняла, не осудила Это меня хоть как-то успокоило Но все равно совесть моя была нечиста Ведь болезнь Севки неизлечимая После ссоры с Аллой Юрьевной Александр Викторович не ночевал дома И вернулся утром в нетрезвом виде Это лишило Аллу надежды на то, что муж одумается И согласится на вторую попытку ЭКО Доктор Маслов запретил Саяне Алдаровне Лечить сына методами нетрадиционной медицины До постановки точного диагноза Саяна в отчаянии Она не может нарушить приказ главврача И не в силах помочь своему ребенку Виктор Данилов помогает своей бывшей однокурснице Играя роль отца и ее сына Мальчик неизлечимо болен И лишь положительные эмоции помогают ему держаться за жизнь Но беременная жена Виктора Из-за ревности заставляет его прекратить общаться с Севой и Верой Прошло три дня Все это время Сева ждал отца Но Виктор так и не пришел Вера не могла сказать сыну правду И на его вопросы об отце отвечала, что тот сейчас сильно занят Скучая по Виктору, Сева затасковал И его состояние заметно ухудшилось Мама, мамочка, позови папу Сынок, я же тебе говорила Папа сейчас работает, он очень занят Давай ему позвоним Мы же не можем папу от работы отвлекать Пить хочу Чуть-чуть Мама, я скоро умру Ты что такое говоришь? Сынок, ты поправишься Мы в школу пойдем А летом мы поедем с тобой на море Ну ты помнишь, я тебе обещала Ну Мы поедем и полетим Я полетать хочу на самолете Полетим, значит полетим Ну ничего Что? 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 Сева! Сева, что? Врача! У Севой кашель начался Он чуть не задохнулся Я доктора позвала Слава Богу, доктор быстро пришел В общем, он поставил ему капельницу Сева дышать лучше начал Но температура у него не проходила И кашель частый В общем, Николай Борисович сказал, чтобы я держалась Как мне держаться? У меня сын умирает Я даже помочь ничем не могу Оказав помощь Севе, доктор Маслов поспешил к другому маленькому пациенту Сыну доктора Донзаровой Так же, как и Вера, Саяна почти все время рыдала у постели своего больного ребенка Картина его заболевания оставалась неясной, а состояние тяжелым Прежде всего, успокойся, не плачь Я прошу тебя Ты знаешь, я сторонник традиционной европейской школы Но если ты уверена, что твои методы помогут, ну... Я уже ни в чем не уверена Я ни в чем не уверена Я ничего не знаю, Коля Вот и я не уверен Понимаешь, в официальной науке, конечно, есть свои пределы Но методы ее проверены и надежны А вот граница между вредом и пользой нетрадиционной медицины Никто не знает Коля, куда ты? Коля, скажи, что мне сделать Скажи, что мне сделать Я хочу спасти ребенка Мне нужно спасти сына Саяна, Мила, прости Я не знаю Не знаю Ты мать Тебе принимать решение Это очень тяжело Принимать решение, как лечить своего собственного ребенка После всех этих жутких снов, которые я видела Ей предзнаменований Но я все же прислушалась к Николаю И решила выбрать традиционную медицину Сердце мне тогда подсказывало Что раз я люблю его, то должна довериться Виктор каждый день думал о Севе И мучился угрызениями совести В очередной раз, приехав навестить свою жену Он увидел в коридоре мать Севы Веру Как Сева? Плохо Ему хуже стало Прости, Вера Прости меня Я знаю, что я виноват перед Севой И перед тобой Моя жена ждет ребенка Ей нельзя волноваться Извини Он умирает Прошу тебя Я умоляю тебя, пожалуйста Он так тебя ждет Я знал Ну, чувствовал Что в том, что Севе стало хуже Есть и моя вина Я бросил ее Я бросил больного ребенка Который больше всего на свете Хотел, чтобы у него был отец И тогда я понял, что я не могу так с ним поступить Я всю жизнь буду себя проклинать Если сейчас не пойду к Севе Пап, а мне снилось, что мы летим на самолете Красивый такой самолет был Большой Вот бы слетать было таком Я ни разу не летал Только на поезде ездил Сынок Вот Выздоровеешь И мы с тобой полетим Обещаю тебе Что, опять замок заедает? По сравнению с остальными моими проблемами Это мелочь Алла, дай я попробую Нет, спасибо большое Я сама справлюсь Дай я попробую Тут нужно спокойно Вот, Алла Юрьевна До чего нервы доводит Прошу Спасибо Да, кстати Насчет проблем Если тебе нужна помощь То, ну, в смысле, с беременностью Я готов помочь Правда? То есть, ты согласен на ЭКО, Саша? Ну, конечно Если ты так хочешь Слушай Ты только стой здесь, ладно? Ты не уходи только никуда, ладно? Я сейчас приду На, на, подержи Вот это Девушка, девушка Нет, нет, нет Занято Понимаете Просто мне очень срочно нужно Я здесь работаю Это очень важно Срочно Просто извините Никого нет Смотри Значит, бери направление Вот, направление чистое Пиши Пиши, 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 давай Что писать? То, что я тебе скажу Голован Александр Викторович Направление на сдачу ЭКО Он согласен Он согласен? Он согласен на второе ЭКО Господи, боже, мы как я рада Ну, слава богу В этом цикле делаем? Я хочу в этом, да Пока он просто Ну, вдруг он передумает Дальше, 21-й сегодня, да? Сразу в лабораторию Да правильно Конечно, по горячим следам надо Все, надеюсь В этот раз все получится Даже надеюсь Я очень рада за вас Слушай Вдруг не получится Давай мы не будем Использовать все яйцеклетки Оставим две Как скажешь Проходите, пожалуйста Спасибо Ходите присаживайтесь Фамилия Узнав, что Виктор нарушил свое обещание И продолжает навещать чужого ребенка Марина чувствовала себя оскорбленной и обманутой Знаешь что? Ты не прикидываешься отцом ребенка Ты и есть отец этого ребенка Поэтому ты не можешь его бросить Марина, нет Я никогда тебе не изменял Слушай, ты мне врешь Ты мне постоянно врешь Знаешь что? Хочешь быть с ним? Будь А я сделаю аборт Да не сын он мне Поверь мне Чем мне тебе доказать, а? Марина, хочешь я сделаю генетическую экспертизу, а? Ей ты поверишь? Только, только Я тебе умоляю Не спеши с абортом Когда муж предложил сделать генетическую экспертизу Я согласилась повременить с абортом Уж слишком уверенно он это сказал Так словно ни секунды не сомневался Что экспертиза не подтвердит его отцовство И если мальчик не его То был шанс Что в скором времени он перестанет к нему ходить Тем более если у нас будет своя семья Несмотря на возражения Саяны Ее бывший муж привез в клинику свою мать Эржену Чтобы она провела Алдару Старинный шаманский обряд очищения Который считался колдовством И выходил за рамки традиционного буддизма Я же сказала, чтобы ее здесь не было Отказите от ребенка Успокойся, мы это сделаем Хочешь ты этого или нет Что случилось? Боже мой Вы что делаете, а? Вы зачем все отключили? Варя Варя Варя, что с тобой? Вы совсем с ума сошли? Что вы творите? Присоединяйся, сама знаешь, что нужно делать Я не буду Я не буду Если мы этого не сделаем, Алдар умрет Отпусти Нет Я за охраной Я когда вошла в палату Я увидела, что ребенок Он был отключен от всех приборов жизнеобеспечения Ну конечно, я попыталась включить Но эта женщина Она вот так вот махнула рукой А потом А я больше ничего не помню Она точно ведьма Я ведь до сих пор так и не поняла Что она тогда со мной сделала Марина Данилова не верит Что ее муж бескорыстно помогает давней знакомой Играя роль отца И ее неизлечимо больного ребенка Марина считает, что Сева его внебрачный сын И шантажирует мужа тем, что сделает аборт Если он не прекратит общение с этой семьей Александр Викторович Несмотря на все ссоры с женой Решает помочь ей забеременеть И дает согласие на вторую попытку ЭКО Бывший муж доктора Данзаровой Привозит в клинику свою мать Которая проводит древний шаманский обряд Над больным сыном Саяны Она пытается остановить шаманку Но безуспешно Испугавшись, что Булат и Эржена Могут причинить вред ее ребенку Саяна Алдаровна позвала охранника Чтобы он вывел их из клиники Но войдя в палату Доктор Данзарова застыла в изумлении Веселый и совершенно здоровый на вид Алдар Сидел на кровати Мы вернули тебе сына У тебя есть время Одуматься Ну как? Нормально Попей Это было настоящее чудо От неожиданности я даже потеряла сознание А когда пришла в себя Алдар сказал, что у него больше ничего не болит Что папа и бабушка его исцелили Ну Конечно, я была очень рада за своего ребенка Но я-то прекрасно понимала Что его исцелили именно темные силы Меня это очень сильно пугало И не давало покоя Чтобы успокоить жену Виктор решил провести генетическую экспертизу Результаты которой должны были показать Что Сева не его ребенок Вера разрешила взять у сына генетический материал Через несколько дней Встретив в кафетерии клиники Веру Виктор сообщил ей Что только что получил результат ДНК-теста 99,9% что ты отец Севы Полин Было у нас с тобой один раз Мы тогда окончание сессии отмечали Я не знала Я правда не знала Я думала, что Севка от мужа Но я же тогда замужем была Вить, ну ты поверь Ты единственная Я никогда ни с кем мужу больше не изменяла Я призналась Вите, что была влюблена в него Еще со вступительных экзаменов Он не обращал на меня вообще никакого внимания Как бы я ни старалась На третьем курсе я вышла замуж А потом на вечеринке в конце сессии Я не знаю, что нашло на Вите Я не смогла устоять Я любила тебя тогда В безумии И Что самое ужасное Я до сих пор тебя люблю Я рада, что Севка от тебя Ну Поверь, пожалуйста Тебя это ни к чему не обязывает Да Ты знаешь, я тут рад Рад, что у меня есть с этого Набравшись мужества Виктор прямо из кафе пришел к жене И показал ей результат генетической экспертизы Который подтверждал, что он является биологическим отцом Севы Мариночка Я клянусь Я не знал, что Севка мой сын Ну зачем бы тогда я предлагал сделать экспертизу Знал, не знал Какая разница Он твой сын Еще и больного А ты бы бросила? Нет, ну дело не во мне Я не смогу Я никогда не смирюсь Что между нами будет твой сын Я не хочу тебя ни с кем делить Все, Витя Я делаю аборт Три дня назад Алла и Алекс сдали генетический материал для ЭКО И процедура оплодотворения яйцеклеток прошла успешно Затем бластомеры эмбрионов были отправлены на генетический анализ И сегодня должен был прийти результат Ну что? Прошли результаты? Да Все эмбрионы резус положительный Все три, да? Все три Как ты понимаешь, ЭКО невозможно Нам опять не повезло Слова Дианы Львовны прозвучали тогда как приговор Я потом очень долго плакала, но все равно я не собиралась сдаваться Наоборот, мое желание стать матерью только окрепло Переживая за Виктора, Вера решила лично встретиться с его женой Она пришла к Марине и попросила ее не прерывать беременность Виктор больше не будет видеться с Севой, я вам обещаю Я не хочу разрушать ваш брак А нечего уже разрушать Все давно разрушено Благодаря вам, между прочим Ну зачем вы так? Мы с Виктором только друзья Вот так хватит, мам! Просто друзья! У вас ребенок общий! Да, но это было давно! Алло Да, да, Игорь Павлович Да, я согласна Что? Да, конечно, я... Когда? Да Да, я... Я согласна, я буду Когда Алла Юрьевна немного успокоилась Диана Львовна напомнила ей о том, что у них в запасе Есть еще две замороженные яйцеклетки И можно еще раз попробовать ЭКО Ну положим, хорошо, я уговорю у Алекса А если опять все эмбрионы окажутся резы положительными Что дальше? Все по второму кругу, опять пункция фолликулов, стимуляция яичников Я просто не выдержу, понимаешь? Ну... Вообще чисто теоретически есть, конечно, еще один выход Но... Бывали у меня подобные случаи Я не знаю, конечно, как ты к этому отнесешься Но если все-таки использовать сперму резус отрицательного донора То... Все может получиться Ну, Алекса не согласится Его, конечно, можно понять, но... Ну и тебя можно понять Ну попробуй поговори с ним А вдруг? Я постоянно думала о том, что Диана права Я могла забеременеть от резус отрицательного донора Но... Как сказать об этом Алексу? И как убедить его согласиться на это? Когда я прокручивала себя в голове этот разговор Я... Я поняла, что лучше даже не затевать его Но проходившая в клинике иммунизация доноров Она постоянно мне напоминала, что... Среди них есть резус отрицательный Виктор решил еще раз поговорить с женой Однако медсестра, которую Виктор увидел в палате Марины Сообщила, что та ушла на аборт Вы с ума сошли? Немедленно выйдете из-за перцовы Девушка, я муж, а она... Нам поговорить надо, девушка Дайте нам, пожалуйста, одну минуту Ну хорошо, только одну минуту Потому что сейчас доктор придет Марин, послушай меня, пожалуйста Вера не пускает меня Не дает видеться с сыном Теперь и ты, да? Хочешь убить нашего ребенка? Марина, всю жизнь будешь жалеть о том, что убила нашего ребенка Ты добилась всего, чего хотела Что мне еще сделать? Марина, на колени встать? Мариночка, я встану! Встану! Все сказал? Теперь послушай меня Мне предложили гастрольный тур Три месяца по Южной Америке И ты думаешь, что из-за беременности Я упущу такой шанс? Марина, ты не... Да не хочу я рожать! Пойми ты это, наконец! Согласилась только, чтобы семью нашу сохранить А нет ее давно Тем более у тебя уже ребенок есть Как выяснилось Я поняла, Варя Молодой человек Покиньте, пожалуйста, операционную Марина, вы готовы? Или вы передумали? Передумали Будем рожать Не передумала, Диана Львова Я готова В таком случае, пожалуйста, покиньте операционную Мне очень мало времени Марина, готовьтесь Я до последнего момента сомневалась, что Марина сделает аборт Мне казалось, что все-таки муж сможет уговорить ее сохранить ребенка и семью Но, увы, этого не произошло Карьера оказалась для Марины важнее А Виктор не смог принять такое решение жены и сам подул на развод Я все-таки не перестаю удивляться тому, насколько разных ценностей придерживаются женщины Вот одни, как наша Алла Юрьевна Они готовы любым мучениям, любым испытаниям себя подвергнуть, лишь бы только выносить и родить ребенка А другие совершенно не ценят этот дар Узнав, что Сева Куницын внебрачный сын Виктора Марина сделала аборт и согласилась на большой гастрольный тур Виктор не смог смириться с решением жены и подал на развод Очередная попытка Аллы Юрьевны сделать ЭКО оказалась неудачной Забеременеть она сможет, только использовав сперму резус отрицательного донора Но Алла даже представить не может, как заговорить с Алексом о том, что биологически он не будет являться отцом их ребенка Сын доктора Донзарова неожиданно поправился После того, как отец и бабушка провели над ним шаманский обряд Саяна напугана тем, что в жизнь Аллдара вмешиваются темные силы Прошло два дня Тем вечером с согласия доктора Маслова Елизавета Андреевна подготовила документы на выписку Аллдара По результатам последних обследований, никакое лечение мальчику не требовалось Лиз, а? Я хотела спросить Аллдар точно здоров? Мне просто как-то неспокойно Ну да, здоров, я же отдала, вот все анализы, все отлично, не волнуйся Только знаешь, не я, не Николай Борисович Мы так и не поняли, почему он был болен И болезнь, и выздоровление В общем, это просто чудо какое-то Ты знаешь, когда МЧЛАМа вернул мне память, это тоже было чудо Но я-то знаю разницу между традиционной тибетской медициной и шаманизмом Аллдар вылечил буквально за три минуты И это больше похоже на колдовство Да брось, в колдовство я не верю Но то, что болезнь, которая так внезапно исчезла, может в любой момент вернуться Это да Тем временем Виктор пришел в клинику, чтобы поздравить Севу с днем рождения Привет, Сева Пап, а мама говорила, что ты уехал в командировку, надолго Я знал, папочка, папочка, я знал, что ты сегодня приедешь Ну, конечно, приеду Давай Конечно, приеду А вот и наша мама Вера Отменилась моя командировка Ты рада? Очень Я тоже рад Сев, я же тебе подарок купил Держи Мам, тут мы картин для самолет нарисован Ну, самолет еще надо собрать А вот когда поправишься, мы с тобой полетим на настоящем самолете Втроем? Я, ты, мама? Да, сынок Ура! Виктор развелся с Мариной и женился на Вере Общение с отцом, положительные эмоции пошли сыну Веры на пользу Его состояние улучшилось, и я выписал его на амбулаторное лечение Увы, муковисцидоз до конца не излечил Однако, согласно статистике, если не запускать лечение, человек может прожить до 30-35 лет, а в иных случаях и до 50 Конечно, впереди у них еще много испытаний, но главное, у них есть надежда Доктор Донзарова закончила работу и готова была ехать домой Алдар должен был ждать ее возле кабинета, но его не было Измотанная последними событиями, Саяна сразу занервничала Коль! Коля! 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 Алдар! Коля! Алдар! Тогда наяву повторилось то, что я видела в своем кошмаре Николай уводил от меня моего сына по длинному темному коридору Точно так же, как это было в моих снах Я была в ужасе Мы ждали, ждали тебя, решили прогуляться Ну что, домой? Поехали, мама, уже поздно А ты чего так смотришь на меня? Что-то случилось? Просто... Просто ты сволочь, Бондарев Ну а что происходит вообще? Ты куда попала? Может, цветами накануете? Срочно! Санитара! Тогда я беременею сама И кулят я сдавать больше не могу Все! С меня хватит! Если все-таки использовать с первым резус отрицательным донором, то... Скажи, что он мне сделать? Я хочу спасти ребенка! Мне нужно спасти сына! Если мы этого не сделаем, Алдар умрет Нет Мы вернули тебе сына У тебя есть время Одуматься Коля! Алдар! Коля! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Утром бригада скорой помощи госпитализировала Арину Кольцову. Мать девушки была очень напугана тем, что накануне вечером у дочери началась сильная рвота, которую не удавалось купировать стандартными средствами. Я вас очень прошу, доктор, скажите мне, пожалуйста, почему ее рвет, а? Ну, пока не знаю. Сейчас приедем в клинику, все узнаем. Чего вы сразу-то скорую не вызвали? Чего ждали всю ночь? Ну, я не знаю. Я думала, что само как-то все пройдет. Само никогда ничего не проходит. Пора бы уже знать. Садитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В приемном отделении клиники Арину принял доктор Самойленко. Понимаете, Ариша вчера была на вечеринке, поздно вернулась. Вот ее рвет, 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 рвет. Понятно. Что вы ели? У Ариши дуады нет с детства, и она ест только то, что ей можно. Я понял. Спасибо. Спасибо. И все-таки, что конкретно вы вчера ели? Да я не помню. Ничего особенного. Путерброды, мясо. Так. А вы пивали много? Да вы что? Ариша не совместилась с алкоголем. Она вообще не пьет. Мы даже Новый год отмечаем с лимонадом. Я так и подумал. Ага. И все-таки, вчера вы пивали? Нет. Она не права, я не пила. Так что же вы мне не верите, что ли? Что вы задаете вопрос? Я же вам ответила. Она не пьет. В отделение. А вы здесь подождите. Я давно в курсе, что родители знают далеко не все о своих детях. Поэтому я не стал доверять уверения матери, отправил ее дочь в отделение и сразу начал проводить обследование. Необходимо было разобраться в причине недомогания Арины. Даже если это банальное алкогольное отравление, оно может нести крайне серьезные последствия. Медсестра Ирина очень переживала из-за того, что отношения между ней и доктором Бондаревым становились все более прохладными. Андрей Григорьевич в присутствии Ирины чувствовал себя неловко и старался сосредоточиться на работе. Причина заключалась в том, что он был всерьез неравнодушен к Диане Львовне. И контроль температуры каждый час. Ага. Если будет повышаться, то... То сразу зови меня. Да, конечно, Андрей Григорьевич, вы не переживайте. Спасибо. Ага. Вы, кстати, сегодня обе очень хорошо выглядите. Я не поняла, а то что сейчас такое было? Не знаю. Догони его, переспроси. Обследование Арины Кольцовой, проведенное доктором Самойленко, показало, что мать девушки была абсолютно права. В организме пациентки не было даже малейших следов алкоголя. Ну что, ни алкогольного, ни пищевого отравления у вас не обнаружено. Мама говорила про дуаденит. Это правда? Да, он у меня с детства. И бывает тошнота, рвота. Ну, я имею в виду во время обострения, да? Да, постоянно. Ну, что ж, видимо, в этом и есть проблема. Так, я вам напишу назначение, и медсестра поставит капельницу. Мы вам снимем острое состояние, а там будем думать, что делать. Хорошо? Спасибо. Отдыхайте. Мне было очень неловко перед Константином Николаевичем. Он так старался мне помочь, а я молчала, как партизан. О том, с чего все началось. Я надеялась, сама пройдет. Вернувшись вечером домой, Константин рассказал сестре, что его коллега и соседка по квартире, доктор Островская, нашла себе вторую работу в частной клинике и надеется скоро переехать. Она с этой зарплатой наверняка где-нибудь в центре квартиры найдет тебе. Ну, и ты, может быть, с ней в новой хоромой переедешь? Угу, конечно. Если бы всем нашим врачам такие зарплаты платили. Дамы и господа, суши. Явилась. Это просто чудесные суши. Суши? Слушай, мне уже говорил здесь странно. Ну, и что? Что мы празднуем на этот раз? Да премию просто дали. И серьги новые. Серьги новые. Слушай, ну с тобой неинтересно. Ты прямо все видишь. Все совершенно. Ну-ка, ну-ка. И кофта новая. Да. Да, по-моему, то же самое. Можем и кто-то однажды выйдет за него замуж. О, господи. Слушай, я присмотрела сапоги и сумку. Ну, что-то я пока не решилась брать. Ты сходишь со мной? Схожу. Конечно, схожу. Да. Слушай, а ты не сильно размахнулась? Ну, мало ли, как дела на работе пойдут. Я так долго жила на свои гроши, что сейчас могу себя попаловать. Эх, куда? Следующим утром в палату Карине пришла ее мать. Кристина очень переживала и немного успокоилась, лишь когда дочь сказала, что чувствует себя лучше и всю ночь крепко спала. Слава Богу. Значит, идешь на поправку. Так, тебе сейчас нужно хорошо спать. Правильно питаться, побольше дышать свежим воздухом, мама. Ты мне это уже столько раз говорила, что любой дурак бы запомнил. Вот и хорошо. Осталось только выполнить. Риша. Твой любимый сок. Тебе сейчас нужны витамины. Давай. Что такое? Что? Ариша, что? Доченька, тебе плохо? Доктор! Доктор! Когда я поняла, что мою дочку от одного только взгляда стошнило, на ее, между прочим, любимый сок, я поняла, что случилась беда. Самая страшная беда какая может только случиться с ребенком. Ведь материнское сердце не обманешь, оно всегда подскажет. Я поняла, нужно срочно ребенка спасать. Мою девочку, мою графиночку. Нежные чувства доктора Бондарева к доктору Шевцовой становились все сильнее. Но Андрей Григорьевич не знал, как дать понять это Диане Львовне. Идея написать ей смс и назначить встречу пришла Андрею в голову в самый неподходящий момент, когда главврач собрал всех в ординаторской для обсуждения графика отпусков. Пока еще все в черновиках и можно исправить. Угу. То есть я могу выбирать то, что я захочу? Да нет, не то, что захочу, а то, что разумно. Поговорите с Радугиной, чтобы не попасть в один и тот же месяц. Марья Александровна, скажите, пожалуйста, а вы в отпуск-то когда собираетесь пойти? Да мне без разницы, хоть завтра. Я все равно никуда не поеду. В отпуске отдыхать нужно, Марья Александровна? Непременно. М? Отдыхать нужно не только в отпуске. Давайте поступим так. Вот список фамилий. Напротив каждой поставьте желаемый месяц. Да? Годится? Годится? Годится! Отлично. Да ни за что. Да что-то не устраивает. Простите, пожалуйста, я, кажется, задумалась. Доктор Самойленко переживает, что Мария Александровна скоро найдет себе отдельное жилье. Совмещая работу в клинике и частном медицинском центре, Мария Александровна балует себя покупками и ищет новую квартиру. Медсестра Ирина очень расстроена из-за равнодушного отношения к ней доктора Бондарева. А сам Андрей Григорьевич предпринимает все возможное, чтобы обратить на себя внимание доктора Шевцовой. Арина Кольцова госпитализирована с приступом рвоты. Доктор Самойленко пытается выяснить причину заболевания Арины. Неожиданно мать девушки догадывается, что случилось с дочерью. И считает, что должна срочно ее спасать. После очередного приступа рвоты у Арины Кристина Кольцова бросилась искать доктора Самойленко, чтобы поделиться с ним своим мнением о причине недомогания дочери. Что случилось? Понимаете, я как чувствовала? Я сегодня всю ночь не спала, все думала, думала. А вот сейчас эти шесток увидела и все, опять, понимаете? Ну, я как-то знала. Что, что, что опять? Что опять случилось? Да что тут непонятного? Мою дочку использовали, понимаете? Ну, ей воспользовались, ее обманули. Да что вы на меня так смотрите? Ну, неужели непонятно? Нет, мне ничего непонятного. Вы можете по сути сказать? Она беременна, и у нее токсикоз, понимаете? Это же катастрофа, ну, с этим что-то надо что-то делать, срочно. Она не совершеннолетняя, да? Почему? Ей 25. Тогда радоваться надо, что беременная. В смысле, это же не катастрофа. Что? Костой Николаевич, у меня сейчас есть время. Я, в принципе, могу посмотреть вашу пациентку. Мария Александровна, гинеколог. Ой, гинеколог. Ой, как это прекрасно. Я вас умоляю, пожалуйста. Посмотрите мою дочку. Мария Александровна, посмотрим. Мария Александровна, посмотрим вашу дочь. Да, подождите, в коридоре вообще здесь нельзя находиться. В ардинаторской кому нельзя находиться? Слушай, ну, я на самом деле спрашиваю, у Ариши беременна она или нет? Она говорит, нет. Ну, знаю. Может быть, действительно что-то не знаю, доченька. Так вы идете? Я, конечно, всяких мам повидал, но Кристина – это просто, просто расстрел. Я сочувствовал Арине и подумал, может быть, даже объявить карантин ей на недельку. Пусть она отдохнет от этого необузданного материнского контроля. Медсестра Ирина не могла не догадываться, почему Андрей Григорьевич так резко изменил свое отношение к ней. Но все же была уверена, что Диана Львовна соперничать с ней не сможет. Андрей Григорьевич, вот, пожалуйста, результаты анализов Ершовой. Ну, зачем ты, Ириш? Я бы сам потом зашел. Спасибо тебе. Да ладно, ерунда. Мне просто захотелось сделать тебе приятное. Тебе когда-нибудь хотелось сделать мне приятное? Ну, конечно, Ириш, просто я сейчас так занят, много проблем, мало свободного времени. Эпидемия? Какая эпидемия? Ну, не знаю, какая-нибудь очень страшная, опасная, эбола, черная оспа, чума. Прости, я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, если в клинике нет эпидемии, тогда я не понимаю, куда подевалось все твое свободное время. Я тебе что, игрушка на межсезонье? Послушай, Ириш, ты замечательная девушка. Ты очень хорошая, правда. Просто... Просто ты сволочь, Бондарев. После этого разговора я совершенно разочаровалась докторе Бондареве. Никакого доверия такой непостоянной мужчины не заслуживает. У меня просто в голове не укладывается. Он что, действительно так сильно запал на Диану Львовну? Как он мог променять меня на нее? Ну, мягко говоря, она же не молода. Доктор Островская пригласила Арину Кольцову к себе в кабинет на осмотр. Марии Александровне стоило большого труда оставить за дверью Кристину. Женщина желала непременно присутствовать при осмотре любимой дочери. Мне нужно помочь, мало ли что. Я вас удивлю, но в кабинете к гинекологу, если вашему ребенку понадобится помощь, ее сможет оказать сам гинеколог. Арина, я не знаю, обрадую я вас или нет, но вы не беременны. Да я знаю, я и не могла быть беременна. У меня не было близких отношений уже, наверное, три месяца. Но ваша мама считает совершенно иначе, она же вообще в панике. Не обращайте внимания, это ее нормальное состояние. Арина, мне показалось ли у вас проблемы с мамой? Нет, это у мамы проблемы со мной. Это как? Ну, понимаете, она постоянно пытается мне указывать, куда идти, что делать. Я ее слушаю, киваю, делаю то, что нужно мне, а не маме. Ну, разумно. Ну, если бы я сейчас не была в клинике, я бы даже не пошла на осмотр, потому что точно знаю, что не беременна. Но раз уж я здесь, легче сходить, чем доказывать маме что-то. Могу себе представить, каково Арине было жить с такой мамой. Если Кристина пыталась даже проконтролировать визит дочери к гинекологу, то страшно подумать, как она бдила за дочерью дома. Ну, это, конечно, не мое дело, но такая опека над взрослой самостоятельной дочерью. Ну, по-моему, отдает легким сумасшествием. Делай его. Господи, как меня напугали. Я больше так не могу. Послушайте, ну что вы хотите от меня? Я хочу вас. И вы прекрасно это знаете. Я все не сказала уже, мы же все у нас не будем, да? Нет, не все. Не все. Ну что, я еще должен сделать, что вы сказали мне, да? О, я думаю, что это за странный ступ по пеннике разносится. А это, оказывается, доктор Бондарев на белом коне. Кольцова, узнав, что ее подозрения о беременности дочери не подтвердились, решила, что причина тяжелого состояния Арины – нервный стресс. Я вижу только одну причину, да? На тебя на работе, на ралли. Кто? Шеф? Ну, с чего ты взяла? Ну, как ты с чего я взяла? Ты же никогда мне ничего не говоришь. Простите, пожалуйста. А какая может быть связь между наорали и состоянием Арины? Да все очень просто. А нормальных детей, когда кричат родители, они что делают? Они просят прощения, да? Ну, в крайнем случае, плачут. А мое тошнит. И она сразу бежит к унитазу, если на нее кто-то наорет. Доктор Островская рассказала доктору Самойленко о проблемах, которые были у Арины Кольцовой в детстве. Девушку часто мучили тошнота и рвота в стрессовых ситуациях. Слушай, ну, а что в этом странного? Ну, ты видел ее мамашу? Знаешь, меня тоже тошнило с утра до вечера. Ну, перестань. Родители всегда заботятся о своих детях. А, заботятся. Просто теперь так называется, да? Ну, теперь буду знать. Ну, вот такая забота. Слушай, ну, ты понимаешь, да, что она своей заботой сдавила ее, как удав кольцами просто. Тут по неволе вырвет. Хотя, если подумать, что-то в этом есть. Да. После разговора с Марьей Санной я задумался. И мне показалось, что в состоянии здоровья моей пациентки не все так просто. У меня появилось одно очень серьезное подозрение. Константин был почти уверен, что сможет поставить пациентке диагноз, если узнает все обстоятельства того вечера, когда у нее случился первый приступ. Арина согласилась рассказать о вечеринке только при условии, что доктор Самойленко не передаст их беседу ее матери. Оказалось, что в тот вечер Арина знакомилась с друзьями своего нового приятеля Влада. Они мне сразу не понравились, они все какие-то пафосные, я это очень не люблю. Еще увлекаются какой-то восточной философией. Я в подробности не вдавалась. В общем, вынесли мне весь мозг за вечер, очень хотелось оттуда поскорее уйти. Ну, уходили бы. Зачем вы себя мучили? Ну, не знаю, как-то неудобно. Они же не виноваты, что мне их вся философия неинтересна. А хлопнуть дверью это невежливо. Нормальный повод уйти как-то не придумался. Вот. А потом... Арина, ну, рассказывайте, давайте, что было потом? Рассказывайте. Понимаете, я ветеринар. И я очень люблю собак. Сейчас мы с друзьями собираемся открывать приют для бездомных животных. И это дело всей моей жизни. Понимаете? Я не понимаю. Ну, вернее, понимаю, просто связи не вижу. Мы сидели за столом. С Владом и с его друзьями. Разговаривали. Я очень проголодалась и захотелось поесть. А там было какое-то мясо. В соусе и очень острое. Когда мы шли домой, Влад сказал мне, что это было мясо собаки. Соуси из собачьей крови. Доктор Бондарев ищет любой возможности оказаться наедине с Дианой Львовной. Однако она по-прежнему отвергает чувства Андрея. Доктор Самойленко выясняет, что приступы тошноты у Арины Кольцовой мог вызвать нервный стресс. Девушка рассказала, что на вечеринке в компании друзей своего приятеля попробовала блюдо из восточной кухни. А позже Влад сказал ей, что это были мясо и кровь собаки. Это стало тяжелым ударом для Арины. Ведь она ветеринар и делом всей своей жизни считает открытие приюта для бездомных собак. После того, как доктор Самойленко купировал у Арины приступ рвоты, девушка рассказала, что незадолго до той злополучной вечеринки они с подругой познакомились с очень богатым и влиятельным человеком, который заинтересовался их идеей. Известный бизнесмен Владимир Романов не только выделил деньги на открытие приюта для собак, но и предоставил помещение. У меня просто подружка в бизнес-центре работает, секретарша. Ну и я пришла к ней на работу, мы пошли в кафе, пили кофе. И разговаривали о наших насущных проблемах с приютом и так далее. А тут подходит он и начинает спрашивать, что да как, детали всякие выясняет. Про приют, да? Не только, и про нас. Ну, в общем, мы ему все рассказали, как есть. Тоже знал, что это сам Романов окажется. Что я скажу, вам просто сказочно повезло. Еще бы. Ну и сейчас у нас уже ремонт почти заканчивается. Надо скоро открываться. А тут Влад мне говорит, что я собаку съела. Для меня это было просто ужасно. Рассказ Арины подтвердил мои догадки о том, что ее случаи из детства и сегодняшняя ситуация, они связаны между собой. А это значит, что у девушки психогенная работа. И ее причины были ясны. И теперь этой проблемой должен был заниматься психотерапевт. Я очень надеялся, что Саяна Алдаровна поможет Арине. Прошедшую ночь Катя Маслова провела в квартире своего брата. Утром они с доктором Островской вместе собирались на работу. Слушай, Костик сказал, что ты уезжаешь скоро? Ну, я хотела бы переехать, не знаю. Если переработаюсь сейчас на новом месте, то да. А тебе там хоть нравится или ты ради денег? Сначала нравилось, а потом, знаешь, какие-то странности пошли. Странности? Какие странности? Вредные пациентки? Да если бы. Они, понимаешь, одноразовые. Одноразовые? Да как так? Да я Костя уже рассказывала. Смотри, они приходят на прием. Я им устанавливаю срок беременности, обычно 8-10 недель. Выписываю направление на анализы, и все, они исчезают. Я не знаю, правда, может быть, дорого на учет вставать в этой клинике? Подожди, а может быть, их куда-нибудь увозят? В куда? Ну, не знаю, в рабство, например. Чем больше я задумывалась о своей второй работе, тем больше странностей в ней находила. Это меня даже стало как-то немного пугать. А вдруг Катя права? Диана Львовна сопровождала свою пациентку в операционную, когда ее снова настиг доктор Бондарев. Диана Львовна, а что вы делаете в эти выходные? Давайте сходим куда-нибудь вместе, например, в театр. Вы любите театр? Вы с ума сошли? Бондарев, идите отсюда. Диана Львовна, очень простой вопрос, и вы на него сможете ответить. Да, нет, не знаю. Поверьте, от этого всем будет хорошо. И вам, и мне, и вашей пациентке. Везите в операционную, готовьте. Я сейчас подойду. Слушайте, вы понимаете, что это перебор уже? Что вы делаете? Зачем вы так все усложняете? Диана Львовна, я просто хочу все упростить. Давайте хотя бы попробуем. Вот здесь мы ничего с вами пробовать не будем. Вам понятно? Здесь я работаю. Вы поняли меня? Я вас понял. Я надеюсь, вы меня правильно поняли. Я так обрадовался этому разговору. В тот момент мне показалось, я понял, чего наконец от меня ждет Диана и как мне нужно действовать. Но я боялся только одного. Если и в этот раз я ошибся, тогда мне придется признать свое окончательное поражение и навсегда оставить Диану в покое. Тем временем в коридоре к доктору Самойленко обратился молодой человек с просьбой указать палату, где лежит Арина Кольцова. А как она себя чувствует? Да уже получше. Все хорошо. Извините, пожалуйста. Извините. А это вы с ней на той вечеринке были? Ну, и что? Меня что, теперь к ней за это не пустят? Да нет. То есть это вы накормили ее блюдом из мяса собаки? Прекрасно знаешь, что с ней будет, да? Да не кормил я ее. То есть это не собака вовсе. А кто? Кошка? Да вы че, блин? Это курица. Ну, прикололся. Кто же знал, что она такая нежная вся? Ты что, придурок совсем? У тебя что, других идилли шуток нет, а? Ты понимаешь, таким вещами не шутят? Да понял я. Че сразу придурок? Я и цветы вон ее любимые купил. Вчера приходил, она меня даже слушать не стала. Может, цветами проканает? Проканает. Длинуть бы тебе сейчас, Влад Бешник. Да вот только у меня прав на это нет. Иди. Беседуя с Владом, я прекрасно понимал. Идиоту бесполезно объяснять, что он идиот. Ну, вот почему такие хорошие девушки находят таких странных парней? Ну, я надеялся, Арина хотя бы цветам будет рада. Но мне и в голову не могло прийти, чем для нее обернется этот визит. На прием к доктору Островской снова пришла Елена Кривенко. Женщина, которая помогла Марии Александровне устроиться в частную клинику. Здравствуйте, Елена. Ну, куда вы пропали? Анализы вас ждут, ждут. Сейчас я даже не знаю уже, где они. Сейчас я поищу. А что-то случилось, я имею в виду, с анализами? Нет, нет, там все в порядке. Ну, вы даже не поинтересовались. Ну, знаете, много дел заработалось. Сами понимаете, как это бывает. Да, да, бывает. Как вам работается в клинике Саитова? Да, очень нравится. Ну, правда, я вам так благодарна за рекомендацию. Ну, и отлично. Сам Саитов лично меня благодарил, что я привела такого хорошего специалиста. Кстати, Маш, раз там так все замечательно, почему вы не соглашаетесь на новую должность? У меня были двойственные чувства. Потому что, с одной стороны, я была Елене очень благодарна за то, что она рекомендовала меня в такое доходное место. А с другой стороны, меня это настораживало. Я не понимала, как мне, молодому ординатору, сразу практически предлагают место заместителю главного врача. Еще до встречи с Владом, доктор Самойленко договорился с Саяной Алдаровной о срочной помощи Арине Кольцовой, рассказав, что причина рвоты у пациентки носит психогенный характер. Войдя в палату, доктор Донзарова обнаружила девушку на полу без сознания. Черт. Так, быстро, Самойленко, сюда. Почему за пациентом не смотрим? Арина, Арина, Арина. Арина. Что случилось, Саяна? Слушай, я пришла, она здесь лежала. Мария, не могу. Срочно! Санитарь! Доктор Островская, рассказывая Кате Масловой о деталях своей второй работы, снова начала задумываться над тем, как странно в этой клинике обстоят дела, ведь ни одна пациентка ни разу не пришла на повторный прием. Доктор Самойленко, столкнувшись с посетителем Арины Кольцовой, узнал, что она пострадала от жестокой шутки. Влад соврал ей, что ужин на вечеринке был приготовлен из мяса собаки, не подозревая, что девушка так тяжело это воспримет. Константин Николаевич сообщил о том, что приступы рвоты у Арины носит психогенный характер Саяни Алдаровне. Придя поговорить с пациенткой, психотерапевт нашла ее без сознания. На следующее утро доктор Донзарова пришла в палату реанимации, чтобы выяснить у Арины причины обморока, случившегося накануне. Арина, скажите, вы помните, что с вами вчера случилось? Да, пришел мой друг Влад, принес цветы, я букет взяла машинальную. Потом хотела сказать ему, чтобы он мне больше не приходил, противно даже видеть его. А он начал хитничать, издеваться, сказал, что видел, как наш новый прием сгорел. Что сам лично наблюдал, как здание полыхает. Я кинула в него букетом. Все, дальше помню. Дальше вы потеряли сознание и упали. А, вот у меня, наверное, поэтому клеща палит. Ударилась, видимо. Знаете, я уже запереживаю, что там происходит. Пришел бы кто-нибудь из ребят. Рассказал, хотя бы. Арина, ну а в чем дело? Позвоните друзьям, узнаете все. Зачем переживать-то понапрасну? Да у меня телефон не работает. Видимо, уронила вчера. Арина, вы, ей-богу, как в лесу. Ну, позвоните с моего. Вы номер телефона помните? Помню. Что-то я вообще ничего не соображаю. Из телефонного звонка мне ничего узнать не удалось. Ребята сказали, что очень заняты. И потом приедут и все расскажут. Мне показалось, что они хотят скрыть от меня правду. Потому что я больна, и все такое очень глупо. А я в итоге места себе не находила. В тот день Катя Маслова заехала за Марией Александровной, чтобы отправиться по магазинам. Она сразу заметила, что Островская чем-то сильно обеспокоена. И та поделилась с подругой своими переживаниями. Мне предложили административную должность. Ну, на второй рабочий. Какую? Заместитель главврача. Ну, а потом с переходом в главврача. Ого. Слушай, здорово у вас карьера делается. Какое-то и дело, что не делается. А потом я врачом хочу быть, а не администратором. И нашу клинику очень люблю. Я не хочу увольняться. Подожди, на новой работе ты совсем недавно. С чего им тебе предлагать такие должности? Как ты туда попала? Ну, здрасте. Подруга твоя же. Меня сосватывала. Подожди, Маш, какая подруга? Как какая? Помнишь, Лена? Лена, мы около подъезда встретились, и ты нас познакомила. Лена. Угу. Но Лена мне не подруга. Я с ней познакомилась за три дня до этого. И после нашей общей встречи я с ней ни разу не пересекалась. Ну, а что происходит вообще? Ты куда попала? Доктор Донзарова провела Арине первый сеанс психотерапии, пытаясь разобраться в проблемах девушки и выяснить, с каких пор ее организм стал реагировать рвотой на сильный стресс. Меня всегда в детстве рвало, когда мама заставляла делать то, чего я не хочу, или кричала без повода, или наказывала. Ну, а в этот раз, я так понимаю, вам стало плохо после того, как вы услышали про блюдо из мяса собаки, да? Да, но в этом нет абсолютно ничего странного. Понимаете, собаки – это мое все. Они меня вылечили. У меня же таких приступов лет десять, наверное, не было. Я научилась не обращать на маму внимания. Своей собаки у меня никогда не было. Однажды наша соседка сломала ногу и попросила гуливать ее с Паниели. И за тот месяц, пока я гуляла с этим псом, моя жизнь кардинально изменилась. Он научил меня тому, что любовь – это когда тебя любят просто так. Просто потому, что ты – это ты. Вне зависимости от того, что ты делаешь или не делаешь, соответствуешь чему ты или нет. Любовь – это когда тебя любят просто так. После разговора с Катей, доктор Островская захотела сама выяснить, что представляет из себя клиника, где она подрабатывала. Мария Александровна решила посмотреть карты своих пациенток и, к своему глубокому удивлению, обнаружила, что всем женщинам были проведены аборты. Неожиданно в регистратуру вошел руководитель клиники Николай Саитов. А что вы тут делаете, Мария Александровна? Я карту пациентки искала. Какой? Ко мне сегодня не пришла пациентка, вот я решила найти ее номер телефона и позвонить, узнать, может быть, о нас. Мария Александровна, когда я принимал вас на работу, я четко очертил круг ваших обязанностей. Так? Так. Вы должны принимать тех, кто пришел. Я разве что-то говорил, чтобы вы кого-то искали. Поэтому не надо никого разыскивать. Угу? Да, я понимаю. У меня даже мурашки по спине побежали, когда я увидела в карточках одни и те же записи. Каждая моя пациентка сразу после осмотра была направлена на аборт. Каждая. И более никаких записей. Я подумала, что если эта клиника занимается только абортами, то почему мне, потенциальному заместителю главврача, ничего об этом не сообщили? Я поняла, что происходит что-то очень нехорошее здесь. Но я решила обо всем рассказать Кате. Следующим утром Арина Кольцова чувствовала себя значительно лучше. И ее из реанимации перевели обратно в палату. Девушку пришла навестить Света Мореева, приятельница которой тоже была на вечеринке у друзей Влада. Мне Влад вообще только вчера вечером сказал, ну, про то, что он тебе про мясо ляпнул. Ну, дурак критический. Не надо, пожалуйста, не надо об этом. Нет, ну ты тоже, Арина. Ну, я вообще, я так долго смеялась, ну, как можно было повестись? Ну, какое собачье мясо, будто эти мажоры еще собаку есть. Ты на что намекаешь? Да курица это была, Арина, обычная курица, самая настоящая куриная курица в винном соусе. Причем я же ее и готовила, меня тетка научила, так вкусняшно, кстати. Ты готовила? Ну да, я готовила, приготовила с утра, принесла, потом специально, там просто мальчик такой няшный есть. Ну, подожди, а зачем мне тогда Влад вот это все сказал? Зачем ему это было нужно? Мы же с ним всего три дня знакомы. Подожди. А ты что, ничего не знаешь? Чего я не знаю? О, нет, давай-ка лучше он тебе сам скажет. А я, кстати, мясо принесла. Вот, посмотри, настоящая курица, никакой собаки. Посмотри, сегодня с утра готовила. Арина, ты чего? Чего делать-то? Арина! Услышав в коридоре крики Светы, доктор Самойленко немедленно поспешил в палату Карине Кольцовой. Ну, я просто мясо принесла, показать, что это не собака никакая, что это курица. Что это курица? Она даже его не ела. Да убери себя отсюда, это мясо, а! Иди уже домой! Да я не причем! Случилось то, чего я старался избежать всеми силами. У Арины началась кровавая рвота. Произошел разрыв слизистой пищевода, которая и так была сильно ослаблена. Я немедленно вызвал Маслова, и Арину срочно прооперировали. На следующий день Катя Маслова приехала в клинику Николая Саитова. После разговора с доктором Островской, она решила провести здесь тайное журналистское расследование. Скажите, вы ведь пациентка в этой клинике, да? Да. Врачи здесь хорошие? Нормальные. А дорого берут? Как везде. Ну, везде по-разному. Я просто хочу найти хорошего врача за разумную цену. Вы здесь давно наблюдаетесь? Да. А здесь только амбулаторный прием или стационар тоже есть? Простите, мне пора. Как врача вашего зовут? Добрый день. Зачем же приставать с расспросами к пациентам, когда можно обратиться непосредственно к персоналу? Позвольте представиться, доктор Саитов. Я директор этой замечательной клиники. Готов ответить на все ваши вопросы. Здравствуйте. Тем же утром Арину навестила подруга, с которой они вместе планировали открыть приют для собак. Арина хорошо перенесла операцию и посещения были разрешены почти сразу. Расскажи, Марин, там приют совсем сгорел? Или еще хоть что-то можно сделать? Да не сгорел приют. Тебе Влад наврал. Он вообще уродом оказался. В общем, мы в тот день там все отмыли и поехали домой. А на остановке я спохватила, забыла сумку. А у меня там ключи от квартиры. В общем, ребят разъехались, мы с Пашкой вернулись. И что ты думаешь, мы видим? Валяются коробки от пиццы, пивные бутылки, водка. А Влад все это бензином поливает. В общем, такая декорация, как будто мы там отмечали, набухались и подожгли там все к чертовой матери. Зачем? Зачем Владу это могло быть нужно? А чтобы наш уважаемый меценат Романов понял, что он не тем людям деньги дает. Чтобы выгнал с нафиг своего помещения и лишил финансирования. Подожди, что за бред? Какая разница? Владу кому Романов деньги дает? А вот сейчас я тебе расскажу. В общем, Пашка-то лось у меня здоровый, скрутил этого дряча. Мы его в полицию повели. Там, пока все выясняли, слово за слово, приехал дед Влада. Разруливай, так сказать, эту Йовину. И знаешь, кто это? Ну... Романов. Ну ладно. Ты представляешь, как мы там рты пооткрывали? Господи, что же теперь будет? Ну а что будет? Нормально все будет. Влад приют не сжег, зато сам сгорел по полной. Судя по тому, как с ним дед разговаривал, а гребет он от него, мама, не горюй. Катя представилась директору клиники пациенткой, которой требуется помощь. Понимаете, просто в наше время сложно найти хорошего врача, который быстро решит серьезную проблему. Вы понимаете, о чем нет? Ну, вполне. На ранних сроках это всегда срочно. У вас паспорт есть? Да, конечно. Ну так давайте оформим карту, и завтра уже будет все сделано. Да вы что, так быстро, да? Ну да, надо девочку оформить. Ну вы прям волшебник. Разрешите? К несчастью, из сумочки Кати выпало удостоверение аккредитованного журналиста. Это сразу же насторожило Саитова. Что ж вы комедию передо мной ломаете? Ну почему комедию? Слушайте, журналисты тоже люди, мы болеем, беременеем иногда. Отдайте, пожалуйста. Послушайте, барышня, я очень не люблю, когда меня пытаются обмануть. То есть вы отказываетесь мне помочь, да? Если вам нужна действительно помощь, вы ее получите в любом другом месте. А сюда приходить я больше не советую. Всего хорошего. Доктор Бондарев не оставляет попыток добиться взаимности от Дианы Львовной. После того, как она заявила, что не намерена заводить роман на работе, у Андрея появился новый план действий. Доктор Островская выяснила, что всем пациенткам, которых она принимала в частной клинике, были сделаны аборты. Катя Маслова попыталась проникнуть в клинику под видом пациентки и провести журналистское расследование. Но попытка провалилась. Арина Кольцова узнала, что помещение, где они с друзьями планировали открыть приют для собак, пытался поджечь внук их спонсора, бизнесмена Владимира Романова. Девушка не понимает, почему Влад так жестоко поступил, зная, что этот приют был самым главным делом ее жизни. Вечером в палату Карине пришел Влад Нелидов. Молодой человек был в ярости. Он обвинил Арину в том, что она окончательно испортила его отношения с дедом. Да из-за таких дур, как ты, у тебя вообще крыша поехала. Утипути, собачка. А я должен уброшить каждый рубль и отчитываться за него? Ненавижу тебя, зараза. Короче, слушай сюда. Если ты не хочешь, чтобы твои любименькие собачки сгорели вместе с этой дурацкой богадельней, то ты сейчас же деду скажешь, что все закрылось. И твоя богадельня больше не будет работать. Понятно? Здравствуй. Ой, дед. А ты чего тут? Здравствуйте. Да вот, барашню пришел навестить, узнать, как она себя чувствует. Из-за тебя подлеца прощения у нее попросить. А я что? Что ты, я кажется, окончательно понял. Хотя мы, кажется, с тобой обо всем говорили. Вот что, мучик, я думаю, тебе нужно пожить отдельно и совершенно самостоятельно. Дед, ты чего? Ты что, меня гонишь? А куда же я пойду, если ты меня выгонишь? Да не волнуйся, я найду тебе работу. Ты там и жилье получишь. Какая еще работа? Кем? Я же... Ты же делать ничего не умеешь, да? Ты это хотел сказать? Так знаешь, я это знаю. Ничего там тебя научат. И обязанности вот самые простые, я тебе обещаю. Ты понимаешь, в одном из моих складов очень требуется грузчик. Грузчик. Что? Грузчик. Грузчик? Чтобы я работал грузчиком? Я таким хотел. Директором модельного агентства? Так рано еще. Начнем с грузчиков. Я тоже с грузчиков начинал. Как видишь, кое-чего добился. Может быть, из тебя там человека сделают. Ладно, ступай отсюда. Уйди, я сказал. Да, внучек, ты знаешь, где у меня склад-то находится? В Москве? Нет. В Тюмени. Ага. Ну, вы меня извините, ради бога, за эту сцену и за все, что натворил мой внуд-балбес. Вы выздоравливаете. Спасибо. Всего хорошего. Конечно, я сам вам виноват. Пустил тот момент, когда внук чересчур стал увлекаться, так сказать, атрибутами красивой жизни. Не понимая, что все это зарабатывается с трудом, за все надо платить. Но ничего, Север не таких людей переделывал. Я думаю, что и внук мой через два года себя не узнает. Катя рассказала брату и Марии Александровне, что руководитель клиники, где подрабатывала Островская, выгнал ее. Как только узнал, что она журналистка. Катя была уверена, что Саитов занимается чем-то криминальным. Но Косте это подозрение казалось необоснованным. А почему он мне не дал карты пациенток посмотреть, а? Что я там могла такого найти? Что все до единой сделали аборт? Ну, хорошо. Все до единой сделали аборт. И что в этом такого? Ну, может быть, у них специализация в клинике узкая такая. Почему я об этом ничего не знаю? Костя, я тебе скажу, почему. Почему? Потому что они таким образом добывают материал для извлечения стволовых клеток. Вот и все. О, вот, все. Ребят, нашла. Цитирую. Так. Россия в этой сфере делает первые шаги. Лекарственных препаратов, созданных с использованием таких технологий, в стране очень мало. Но, по крайней мере, до определенного периода клинические исследования проводились. Теперь, из-за того, что статус клеточных продуктов юридически никак не может быть утвержден, эта сфера находится в полном законодательном вакууме. О. Где находится? Вакууме. Костя, подожди, там дальше есть. Ну, стой. Если до 2011 года путь получения регистрации протоколов клинических испытаний клеточных продуктов был идентичен регистрации лекарственных средств и клеточные технологии регистрировались в соответствии с административным регламентом по регистрации медицинских технологий, то в настоящий момент это стало невозможным. О. Ну, замечательно. Замечательно, что невозможно, только я не понимаю, какое это отношение к нам имеет. Так, если ты не понял, я объясню. Все, что делается в клинике Саитова, противозаконно. Кать, к нам это какое отношение имеет, скажи. Кость, ты не понимаешь или прикидываешься? Машка влипла. Это серьезно. Сеансы доктора Донзаровой помогли Арине Кольцовой решить ее проблему. Девушка чувствовала себя хорошо и вскоре собиралась выписаться из клиники. Здравствуйте. А вот и я, солнышка моя, ну, рассказывай, как ты себя чувствуешь? Температурка как? Все хорошо, мама. Замечательно. Это командировка так мне, кстати. Почему ты мне редко звонила? Не буду вам мешать. Разговаривайте спокойно. А, подождите, Саяна Анатольевна, вот мой номер телефона, вы позвоните, если вдруг соберетесь с щенка завести. Ну, слушайте, у меня сын в последнее время только о собаке говорит, так что, видимо, я вам все-таки позвоню. Вот, кстати, о собаках. Я только и слышу. Собаки, собаки, собаки. Доктор, поговорите, пожалуйста, с моим ребенком и объясните ей, что с собаками возиться. Это не дело для девочки. Присоценно зайдите ко мне обязательно. После разговора с дочерью обязательно. А, подождите, а что такое, что не так? Разве Ариночке не лучше? А дело не в Арине. Дело у вас. Да вы не пугайтесь, мы просто с вами пообщаемся. Договорились? Договорились. Мне очень понравилась работа с Ариной. Девушка сама хотела активно себе помочь и многого добилась в этом направлении. А вот с ее матерью ситуация была, конечно, сложнее. Но спустя некоторое время наметились явные сдвиги, и Кристина наконец-то осознала, что ее дочка выросла, стала самостоятельным человеком. Жаль только, что не благодаря матери, а вопреки. Вечером в квартире Дианы Львовны раздался звонок в дверь. Она не планировала принимать гостей. И этот внезапный визит застал ее врасплох. Ты? Я. Здесь же ты не работаешь? Саидов и его жена пока на свободе. А улики, я думаю, они уничтожили. После первой нашей ночи она сделала вид, что между нами ничего не было. Саидов и его жена пока на свободе.